МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Устранить последствия утечек и откачать воду с низинной территории. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как в городе выполняются сезонные работы. Более 2000 квадратных метров асфальта восстановили в столице региона за две недели марта. В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог. Налить во дворе и припаркованные машины, которые мешают уборке. В Кировском районе административная комиссия проверила адреса, по которым поступили жалобы от жителей. Новая высота. В Самаре стартовало первенство России по греко-римской борьбе для юношей до 18 лет. Глава Самары Елена Лапушкина проверила качество работ по очистке ливневой канализации и откачке талых вод с улиц Самары. Мэр проверил адреса, о которых жители писали в социальных сетях. В основном подтопляемые участки находятся в Кировском, Куйбышевском и Советском районах города. Свой объезд по адресам, о которых жители писали в социальных сетях, глава Самары Елена Лапушкина начала с поселка Зубчининовка. Здесь образовались большие лужи, усложняет ситуацию отсутствия ливневой канализации. На некоторых участках регулярно работают бойлеры, откачивая воду. А на пересечении Литвиновой и Магистральной в ближайшие годы ливневая канализация будет запроектирована. А пока есть другое решение, которое позволит убрать воду с дороги. На пересечении Гвардейской и Путейской лужи, а при минусовых температурах налить, образовались из-за утечки на водопроводе, который случился еще в январе. Глава Самары поручила управляющей компанией, обслуживающей район, привести участок в порядок, а затем выставить счет за работу ресурсоснабжающей организации, которая вовремя не устранила последствия порыва. Такое серьезное замечание, которое сегодня по итогам объезда будет сформулировано и будут даны поручения, это, конечно, работа в тех дворах и на тех территориях, где были утечки ресурсоснабжающих организаций. И с этим надо справляться. И справляться не только управляющими компаниями, но и, конечно, силами ресурсоснабжающих организаций. На улице Артемовской проблему накопления воды решат небольшим конструктивным изменением. Уровень дороги изменят так, чтобы вода стекала к ближайшему дождеприемному колодцу, а прилегающую территорию могут благоустроить в рамках проекта «Содействие», проложив удобные пешеходные дорожки для жителей и учеников из соседней школы. Мы предлагаем здесь сделать вот так вот тротуар, который соединял, чтобы дети могли выходить и могли переходить туда спокойно. А вот эти машины куда? А эта машина пусть останется. Вот мы им сделали здесь карман, и пусть он будет. А здесь будут люди ходить. На фасадной вода скапливается в специальных каналах вдоль дорог. Но из-за того, что промерзшая земля не может впитывать в себя влагу, в этих каналах тоже скапливается много талой воды. Здесь работают бойлеры, которые откачивают воду ежедневно. Одна машина полностью наполняется водой за 25-30 минут. За смену машина делает несколько десятков рейсов. Сейчас наша основная задача в Кировском районе, в Куевском районе, немного в Советском районе, конечно, откачивать воду, чтобы была возможность комфортно передвигаться по улицам. Весенние сезонные работы выполняют комплексно. В городе работают не только бойлеры, которые откачивают воду. Также продолжается промывка ливневок и вывоз снега, чтобы оставленные сугробы при плюсовых температурах не добавляли воды на дороги и тротуары. Откачка в этом... Вот за последние сутки 2800 кубов произошла. То есть это очень большие объемы, на самом деле. В предыдущие годы такого не было. При этом мы практически сейчас удерживаем вывозку снега на том объеме, как будто мы работали в зиму. То есть за сегодняшнюю ночь вывезли 4800 кубов. По результатам объезда глава Самары дала дополнительные поручения по приведению в порядок дорог и дворов города. Контрольные объезды продолжатся и в других районах. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Нарастить темпы откачки талой воды с территории города, следить за состоянием пешеходных зон и устранять наледь, завершить очистку дождеприемников, проливая их горячей водой. Ряд актуальных сезонных задач сегодня обсуждали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил профильным службам активнее приводить город в порядок. Это касается и уборки снега. Его остатки нужно вывести на площадки временного складирования как можно быстрее, чтобы не усугублять ситуацию с весенним паводком, который в этом году начался раньше обычного. По данным профильного ведомства, в период с 6 по 14 марта с самарских улиц убрали более 35 тысяч тонн снега. Только за минувшие сутки цифра перевалила за 2900 тонн. А с начала сезона полигоны приняли порядка 294 тысяч тонн накоплений. Также первый вице-мэр указал на необходимость прочистки системы ливневой канализации и откачки воды в низинах и на участках, пока не оснащенных нужными инженерными коммуникациями. Так, с 9 по 14 марта специалисты откачали свыше 11 тысяч кубометров воды. Из них 2741 кубометр в прошедшие сутки. Всего в городе работают 11 бойлеров по откачке талых вод. Из них 5 в Кировском районе, 4 в Куйбышевском, которые наиболее подвержены подтоплению. Ранее весна и высокие для марта температуры привели к половодию по всей России. В Поволжье и на Урале снег тает очень быстро, из-за чего реки выходят из берегов. В Оренбургской области в двух районах вода поднялась уже до 6 метров. Сегодня ночью 6 человек там были эвакуированы из трех домов. Часть из них отправились к родственникам, остальных поместили в специально созданные для этого центры. Талые воды заполнили русло суходола. Это специальное русло, по которому талая вода уходит с окрестных полей. Оно проходит через весь город, но в последний раз наполнялось в 2018 году. Специалисты говорят, все дело в том, что снега долго не было, и земля промерзла на 80 сантиметров и не впитывает воду. А в Волгоградской области в селе Сидоры из подтопленных домов эвакуированы уже более полутора десятков человек. Из берегов вышла река Тишенко. В некоторых населенных пунктах затапливает местные дороги. В Самарской области в результате обильного снеготаяния подтоплены 46 приусадебных участков, три низководных моста, один участок автомобильной дороги. Главное управление МЧС России по Самарской области проводит ежедневный мониторинг паводковой обстановки в регионе. За две недели марта профильным службам города удалось восстановить более 5000 квадратных метров дорожного покрытия. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. Он стартовал еще 16 февраля. Какие проблемные участки удалось обновить, и как погода влияет на успех ремонта, узнал Михаил Ермоленко. До наступления стабильной положительной среднесуточной температуры и полноценного обновления самарских дорог в городе продолжается аварийный ямочный ремонт. Условия благоприятные, поэтому профильные службы трудятся активнее. Сейчас в Самаре задействуют 4 установки для укладки литого асфальтобетона. Весь процесс не вызывает трудностей, отмечают специалисты. Вначале, исходя из ГОСТов, оценивают величину разрушения дорожного покрытия. Затем рабочие обрезают ямы по краям, придают правильную геометрическую форму. После участок прометают и продувают, чтобы убрать мусор, а также обязательно просушивают. Уже после укладывают литую асфальтобетонную смесь. Для того, чтобы она застыла, требуется в среднем 2 часа. Главное, чтобы сразу после восстановления покрытия по обновленному участку дороги не проезжали автомобили. Они сами ограждают, чтобы машины не наезжали. Потому что по горячему, когда они наезжают, они выдавливают ямы. Поэтому приходится ограждать конусами знаками. Бригады охватывают все районы города. Особое внимание сейчас уделяют поселку Зубчининовка. Значительный объем задач выполнили в Куйбышевском районе. Улица Уральская, главное – Шоссейная. Меньше всего разрушений зафиксировали в Самарском районе. Но и здесь организован поддерживающий ремонт дорог. В настоящий момент из запланированных 9500 квадратных метров сделано 5380. Работы сейчас идут практически круглосуточно. С учетом перерывов на период выпадения осадков. Но ближайшие дни осадки не обещают. Поэтому эта погода позволяет нарасти темпы по ремонту асфальта. Аварийный ямочный ремонт позволяет точечно восстановить дорожное покрытие после зимы. Начиная с 16 февраля в Самаре отработали и участки, о которых сообщали жители, в том числе в соцсетях. Улицы Пензенскую, Дачную, Коммунистическую, Солнечную и другие. Сегодня специалисты дорожного хозяйства трудились на улице Клинической. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Во всех районах Самары работают административные комиссии, которые контролируют работу УК, ТСЖ, ТСН по содержанию дворов. В этот вторник комиссия работала во дворах на проспекте Металлургов 46 и на Нагорные 145. Там жители пожаловались на некачественную уборку и припаркованные автомобили, которые мешают очистке территории. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, какое наказание предусмотрено для управляющих организаций за недобросовестную работу. Не пройти, не проехать. Во дворе дома на проспекте Металлургов 46 из-за перепадов температуры образовалась колея, в которой застревают автомобили, а люди буквально крадутся, чтобы не упасть на льду. Представители ТСН не производят уборку надлежащим образом. Жалобы жителей неоднократно фиксировал управляющий микрорайоном. Мы видим наледь, мы видим колею, мы видим неудобства, мы видим, как жители падают, мы видим, как скорая помощь не может подъехать и выгрузить свои спецсредства, детей довезти до гимназии осложенной, потому что скользко элементарно. Пришлось обратиться в административную комиссию Кировского района. Это постоянный действующий коллегиальный орган. В состав входит 16 человек. Такие комиссии есть в каждом районе Самары и жители вправе обратиться, если управляющие компании недобросовестно выполняют работу. Наиболее часто применимые статьи в работе это такие, как размещение транспортных средств на газонах, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а также в дневное, несвоевременная очистка прилегающих территорий от снега и наледи, а также несвоевременная очистка от мусора. С 18 декабря члены Кировской административной комиссии составили 105 протоколов о несвоевременной очистке прилегающих территорий от снега и наледи, необработке противогололедными реагентами и 120 актов о выявленных нарушениях направили в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Для юридических лиц за нарушение предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение 100 тысяч. Часто управляющие организации уверяют жителей, что проезды во дворах находятся вне зоны их ответственности, но это не так. По 48-му ГД 25 метров зона ответственности именно ТСЖ, ТСН, управляющих компаний, именно от границы земельного участка. Соответственно, оба дома, которые мы сейчас здесь наблюдаем, зафиксировали нарушение, по этим домам границы сформированы. Также председатель административной комиссии Кировского района зафиксировала нарушения во дворе на Нагорной 145. Несколько автомобилей давно припаркованы и мешают уборке территории. Жители обратились в комиссию, чтобы воздействовать на собственников машин. Наблюдаем порядка трех машин, которые в данный момент мешают уборке придомовой и прилегающей территории. Данная статья у нас озвучена, прописана в законе 115 ГД, это часть 2.2, статьи 4.18 нашего 115 ГД. Размер штрафных санкций на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30, на юридических лиц от 30 до 50. В прошлом году по данной статье составили 37 протоколов об административных правонарушениях. С начала этого года 9. В территориальной комиссии призывают автомобилистов убирать автомобили на время уборки дворов. Об этом жильцов должны предупреждать объявления во дворах и рассылки в чатах. Ведь только совместными усилиями удастся сохранить комфорт и порядок. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Все работы, связанные со строительством новой станции метро «Театральная», производятся в соответствии с проектом. Он получил положительное заключение госэкспертизы. Ход работ контролирует региональный заказчик и администрация Самары. Сейчас на Галактионовской находится высокотоннажный кран грузоподъемностью 750 тонн. Он необходим для дальнейшего монтажа тоннеля проходческого механизированного комплекса, элементы которого с 9 марта доставляют на стройплощадку. После того, как эти работы на Галактионовской будут завершены, автокран перейдет в зону строительства метрополитена на улицах Полевая и Новосадовая, где также будет занят в монтаже еще одного тоннеля проходческого комплекса. К этому времени в исторической части города после сборки ТПМК должны приступить к пусконаладке комплекса. Этот процесс включит в себя и первые 50 метров проходки. Но прежде предстоит регистрация объекта в Ростехнадзоре и получение разрешения на пуск счета на первом тестовом участке протяженностью 50 метров. В стартовом котловане на улице Галактионовской устроено ложе. Ведется монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, чтобы в дальнейшем вывозить грунт из тоннеля и в целом обслуживать тоннели-проходческий комплекс. Обозначен вход в будущий тоннель, его диаметр будет порядка 6 метров. ТПМК по частям опустит автокраном на ложе. Сборка будет организована внизу, в котловане, на участке ближе к перекрестку улиц Галактионовской и Вилоновской. Горожанам напоминают, что ни одно столь масштабное строительство не обходится без неудобств. Но они временные. После ввода новой станции в эксплуатацию, город, его жители и гости региональной столицы получат массу преимуществ. Прежде всего, театральная свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропоток в подземке, минимум на 15% планируется уменьшить интервалы движения поездов. Несомненно, то, что делается новая метро, появится новая станция театральная, это хорошо. Я думаю, она в любом случае разгрузит потоки жителей, которые едут в центр. Учитывая тот факт, что все-таки это недалеко от железнодорожного вокзала, я думаю, польза от этой станции будет. В России количество новых экспресс-займов сократилось на 49% по сравнению с январем 2022 года. Аналитики Объединенного кредитного бюро подвели итоги кредитной активности граждан за январь 2023 года. Количество новых экспресс-кредитов, которые можно получить, не посещая банк, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, а объемы упали на 34%. За первый месяц 2023 года было выдано 298 тысяч экспресс-займов почти на 20 миллиардов рублей. Средний чек по ним за год вырос на 29% с 51 до 66 тысяч рублей. По объемам выдачи товарных кредитов в пятерку лидеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Самые крупные экспресс-кредиты в январе брали жители Москвы – 95 тысяч рублей, Хабаровского края – 87 тысяч рублей, Московской области – 84 тысяч рублей. Далее коротко о других темах дня. Самара вошла в десятку популярных городов для речного отдыха. Российский сервис бронирования отелей и квартир предложил ответить пользователям соцсетей на вопрос, какой из городов на больших российских реках кажется им самым притягательным для отдыха. На первом месте оказалась Казань, на втором месте – Астрахань, на третьем – Ростов-на-Дону, на четвертом месте – Самара. Туристы отметили великолепные пляжи, полностью оборудованные для отдыха, и жизнь на той стороне реки за Волгой. Свободные места в детских садах Самары распределят 17 марта. Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг АСУ и РСО в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев. Наличие у родителей или законных представителей ребенка – право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в дошкольное учреждение. Дата регистрации ребенка в электронном реестре, возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2022 года, а также направленности группы. Из Самары в Анталью появятся новые авиарейсы. Прямые рейсы из областного центра к морскому побережью Турции откроют 27 апреля 2023 года. Жители региона смогут путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. Согласно расписанию на сайте аэропорта Курумыч, рейсы Самары-Анталья будут выполняться ежедневно. Управление из столицы региона намечено на 8.15, а прибытие в Турцию – в 11.15. Региональная госавтоинспекция информирует, что с 13 марта введено временное ограничение движения для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонн на участке автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 44-го по 45-й километр в связи с предаварийным состоянием моста через реку Малая Черная. Время окончания ограничения движения – 30 декабря 2023 года. В госавтоинспекции региона просят соблюдать правила дорожного движения и выбирать маршрут заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки. Вопросы о правонарушениях среди несовершеннолетних, патриотическом воспитании молодежи и обеспечении занятости подростков обсудили сотрудники полиции и представители различных национальных конфессий. Как найти общий язык с молодежью, научить подрастающее поколение толерантному отношению к национальным, культурным и религиозным традициям, узнала Елена Чернявская. Рабочая встреча с лидерами национально-культурных общественных объединений и сотрудников полиции состоялась в соборной мечети. Полковник полиции Дмитрий Юрюпин напомнил о нормах действующего законодательства в сфере миграции, разъяснил порядок предоставления документов по оформлению разрешений и обратил внимание на то, что иностранные граждане и лица без гражданства не должны подделывать удостоверение личности. Особое внимание сотрудники полиции и общественники уделили профилактической работе с молодежью и толерантному отношению к национальным, культурным и религиозным традициям. Наша задача объяснить людям и их предостричь от каких-то необдуманных поступков и от того, чтобы не нарушали закон. Мы над этим работаем. Люди, которые приехали сюда на заработки, которые являются мигрантами, либо уже гражданами Российской Федерации, они приходят в мечеть и самое то место, где можно объяснить людям. Наши имамы работают над этим. Руководители национально-культурных сообществ рассказали о вступивших в силу изменений в законодательстве в сфере миграции, порядке сбора и предоставления документов для временного проживания иностранных граждан на территории нашей страны и возможности обращения в подразделения по вопросам миграции. Основные моменты, конечно, воспитания, нравственно, среди молодежи, которая к нам прибывает, духовенство, значит, будут провести с ними разносительные беседы по недопустимости, значит, нарушения законодательства Российской Федерации, вплоть до уголовных преступлений. Участники «Круглого стола» обсудили вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Патриотическое воспитание молодежи, обеспечение занятости подростков. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Новую высоту собираются взять спортсмены со всей стороны во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. В Самаре стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир «Новая высота» посвящен памяти Игоря Найвальта. В честь Самарской области будут защищать 18 борцов. Подробности расскажет Сергей Хизоркин. Первенство России по греко-римской борьбе собрал на татаме в Самарском дворце спорта почти полтысячи спортсменов в возрасте до 18 лет. 18 борцов представляют Самарскую область. Всего за медали будут соревноваться спортсмены из 61 региона нашей страны. Впервые за места на пьедестале почетно поборются команды Донецкой и Луганской республик. Луганчане пока выступают в трех весовых категориях. Сейчас у них мечта одна – чаще выходить на борцовский ковер. Побольше бы соревнований, почаще бы выезжать. Я надеюсь, будем достойно выступать в дальнейшем. Приехали под впечатлением все, под хорошим очень. Ну, надеюсь, достойно выступим. По крайней мере, покажем, насколько мы там потренировались. Первенство России среди юношей имеет и второе название – «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Спонсоры, две крупнейшие строительные компании страны, приготовили призером и победителем соревнований внушительный призовой фонд. 1 миллион 200 тысяч рублей поделят между собой спортсмены в 12 весовых категориях. Борьба – это единоборство. Это вот мальчишки молодые куются в автор этих ребят. И то, что на ковре происходит, переходит потом в жизнь. Вот это умение достигать своих целей, побеждать – это очень важно. Турнир «Новая высота» проходит в Самаре в четвертый раз. Для многих юношей он стал трамплином на международную спортивную арену. Например, Максим Скуратов – первый победитель этих соревнований, затем побеждал на первенстве Европы и мира. Сегодня дали мы старт нашей очередной новой высоте. Это новая высота для всех, в том числе и для нас, для организаторов. Очень волнительно. Мы хотим, чтобы все прошло без сучка и задоринки. По итогам этого мероприятия будет создана национальная сборная. И мы, конечно, желаем нашим спортсменам, чтобы эта их новая высота стала, открыла путь к победам мирового уровня. Перевенство России по греко-римской борьбе в Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого будет идти три дня. Во вторник и среду состоятся отборочные поединки. А в четверг – полуфиналы и финалы в 12 весовых категориях. Кроме призеров и победителей соревнований, зрители смогут увидеть и пообщаться со звездами спорта. Такими, как Ислам Докучиев – серебряный призер Олимпиады, Валерий Рязанцев – двукратный олимпийский чемпион и легенда в борцовском мире Александр Карелин – герой России – трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира – двенадцатикратный чемпион Европы. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Как правильно оформить кредит и что скрывает мелкий шрифт, в договоре разъясняют в телеграм-канале советского района Самары. Если вы нашли кредит по выгодной процентной ставке, не спешите и внимательно изучите документы. Нередко именно в пунктах, оформленных мелким шрифтом, описываются дополнительные платежи, которые именуются «скрытыми». Чтобы не стать жертвой подобных ситуаций, в телеграм-канале опубликован ролик, который рассказывает, как оформить документы грамотно. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что у Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области новый номер единого контакт-центра – 8 800 100 001. Консультирование граждан ведется в круглосуточном режиме. Зарегистрировать рождение ребенка жители Куйбышевского района теперь могут, не посещая орган ЗАГС. Такая возможность появилась благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на портале Госуслуги, сообщают в телеграм-канале Куйбышевского района. Родители в удобное время заполняют электронное заявление, и документ приходит в личный кабинет. А сэкономленное время можно посвятить ребенку и приятным хлопотам. Важно отметить, что при желании родители могут также получить свидетельство о рождении на бумажном носителе. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова